Можем? Наша съёмочная группа пришла взять интервью к кинорежиссёру Александру Митта. Или это склоняется? Митте, как склоняется. Наша съёмочная группа пришла к кинорежиссёру Александру Митте, чтобы взять интервью у него. Дело в том, что Александр Наумович был близким другом Владимира Высоцкого и снимал его в главной роли в фильме «Как царь Пётр Арапа женил». Правильно я говорю? Ну, так. Почти правильно. Я работал с ним действительно на картине, вместе мы делали картину «Ара Петра Великого». И много лет он бывал в моём доме. Но я бы сказал, что я был мужем его любимой подруги. Потому что всегда говорилось, вечером мы ему улили или улили с Сашей. Понятно. Это было как предаточное предложение в этом смысле. Саш, я хочу такой вопрос задать. А почему, вот как пришла в голову такая мысль, вот в эпоху, когда стараются снимать этнографически точно круги, но если американец старается пригласить американского актёра, если это Венгер, кто старается пригласить венгерского актёра, как пришла в голову мысль взять на роль араба, мальчика, вывезенного из Абиссинии, по-моему, из Эфиопии, значит, Владимира Высоцкого. Как пришла эта мысль в голову? Ну, вы знаете... И почему? Да, честно говоря, да. Я очень хотел его снять в кино. Просто. И это был фильм, придуманный в какой-то мере для него. Во всяком случае, в Дунском мой хриду, к своим друзьям и сценаристам, с которыми я работаю, я пришёл с этой идеей вместе. Рак Китара Великого с Высоцким. Потому что проблема Ибрагима Ганнибала, это не была проблема Эфиопа в России. Он с пяти лет был в России, говорил чисто по-русски. Он был русским человеком, очень много сделавшим для русской культуры, для развития русской инженерии. И, скорее, это была проблема взаимоотношений царя и интеллигента. Мы так её трактовали. Царь любит Россию одним образом, интеллигентный человек любит её другим образом. Царю надо, чтобы всё было подчинено его воле. А человек, который любит Россию душой, умом, всей полнотой своей развитой личности, он может любить её только свободно, раскованно, раскрепощённо. И так, как он хочет, возникает естественный конфликт. И так, как в театре в то время Высоцкого уже знали, как интеллигентного актёра, он сыграл Дамлет и Галилея, это были его лучшие роли. А страна его знала как сочинителя песен и идентифицировалась с этими песнями. Все думали, что он такой простой, грубый человек, который исповедуется в песне. Я-то знал, что это глубоко интеллигентный человек, который своим талантом перевоплощается в образы персонажей своих песней. И мне хотелось показать его людям вот так. в характерной роли, потому что был блистательный характерный актёр, в героической роли, потому что героизм был свойственным и души, и личности. И вот сделать так, чтобы эту роль играла узкий человек, надо сказать, что на этом пути подвергся довольно многим испытаниям и искушениям. Вот как он сначала, как он отнёсся к этому предложению, мне просто интересно. Он с большим воодушевлением отнёсся. Он очень любил и Юлия Дунского, и Валерия Фреда. Всё время советовался с ними по своим сценарным каким-то делам. Просто они были друзья многолетние. В общем, это была компания друзей. И вопрос о том, что будет кто-то другой, даже не обсуждался, в голову не приходило, что может быть кто-то ещё может сыграть эту роль. А как только этот сценарий стал, значит, как-то так, ну... Реальностью. Реальностью, так сказать, да. Вдруг ко мне обратился представитель компании Paramount, который сказал, что американцы хотят это делать, но с условием, чтобы был негр в главной роли. Я говорю, это же не негр, Эфиопа, это же не негр совершенно. Ну как, вы можете отказываться, и там приходили ко мне разные люди, подсылали гонцов, соглашаяся, что-то, это изменит твою судьбу, будет крупная международная картина. Но для меня проблемы просто не было. И этот человек был так убеждён, что никакого другого решения быть не может, что он уже успел вложить даже деньги в эту картину. И вот он знает Москве, он милый, очень приятный человек, но на меня он совершенно видеть меня не может. И вот меня трясёт, поскольку я его очень сильно, значит, наказал, чисто финансово. Он не думал, что найдётся дурачок, который откажется от такой выгодной работы. А как работалось вот в кадре, как вот работал с ним, как с артистом, как скидер? Ну он, конечно, поразительный профессионал, просто. Точный, очень быстро ориентирующийся на съёмки. С одной странности, которая актёров не присуща. Он лучше работал один, чем с партнёром. Ну, видимо, был такой стереотип, да, крайне редко. Но он так, видимо, привык держать внимание людей, когда он один с гитарой, что для него не было проблемы. И я уже потом так придумал такой способ работы. Мы разводили сцену целиком, потом я снимал всю сцену в его направлении. То есть он играл как монолог практически роль, что ли, так сказать? Нет, он играл, общался с партнёром, но когда он чувствовал, что камера берёт его, то это его как-то дополнительно стимулировало, я бы сказал так. Во всяком случае, вот той проблемой, которая обычно бывает на съёмки, когда укропнение оказывается хуже сыгранной ансамблевой сцены, это происходит всегда. С ним не было. Никогда. Ревнив он относился. У меня на этой картине было счастье ещё встретиться с поразительным совершенно актёром Алексеем Васильевичем Петренко, чрезвычайно талантливым человеком, которому в сущности предполагалась большая эпизодическая роль Петра. Но поскольку я понял, попал в руки таланта в расцвете своих творческих возможностей, я очень развивал эту роль. Я, Володя, ревновал очень. Что такое была у меня заглавная роль в фильме, а теперь мы на двоих. Но это было деликатно сделано, он вообще был чрезвычайно деликатный человек на съёмке. Вы знаете, съёмка ранит. Она сопряжена с большим количеством разнообразных таких непредсказуемых унижений для актёра. И некоторые люди взрываются, другие теряют форму, третьим нужно собраться. Вот как будто бы шло мимо него всё, что разрушало творческое состояние. Ничего не проходило мимо. Я потом убедился, когда картина... Это был актёр-исполнитель или актёр-автор? То есть, есть актёры, которые блистательно и виртуозно воплощают режиссёрский замысел. Есть актёры, которые несут очень большое личное творческое начало. И, так сказать, это происходит не монолог режиссёра, воплощённый в артисте, а диалог режиссёра и актёра. Вот, так сказать, что это был за случай? Понятно, я что я спросил? Понятно, это очень непростой ответ, вы знаете. Ну, как вам сказать, он настолько выше был всего того, что делалось вокруг, что для него удовольствием было принять и выполнить то, что мы хотим. Когда мы его спрашивали, у него всегда была точка зрения на всё абсолютно. Он её никогда не высказывал и никогда не настаивал. Ему, как актёру, было интересно сделать лучшим образом то, что созревает сейчас на площадке. Это был абсолютный актёр импровизации. Всё, что менялось, а у нас довольно часто на съёмке многое, значит, менялось, так сказать. Никогда не заставало его врасплох. И изменить что-то для него было праздником, симпровизировать что-то для него было просто подарком. Абсолютно. Я не помню случая, чтобы мы на чём-то, на чём-нибудь так... Разногласия какие-то были в семье. Другое дело, что я понял в конце, что картина его не очень устроила. Он ожидал более драматического развития событий по картине, по конфликту. И он никогда не говорил мне про картину плохо, он свою работу уважал. Но так мне показалось, что он рассчитывал на большее, я бы сказал так. Я тоже вплачем думал, что я добьюсь более серьёзных результатов. У картины был большой успех, смотрели с удовольствием. Но смотрели как весёлую комедию, а задумана она была как трагикомедия. Там есть мои накладки в этой картине. Ну, у кого нет накладок, в каждой картине каждый режиссёр знает прекрасно, что, так сказать, не выполнено. А вот такой вопрос. Он во время съёмок картины сочинял песни? Хватало у него ещё энергии, силы, времени на то, чтобы, снимаясь, сочинять песни? Это тоже сложный вопрос. Во-первых, сочинял он песни всегда, просто. Он довольно часто ночевал у меня, потому что его дом в то время находился на окраине Москвы. Я мастер на полдороги, и так получалось, что он много времени ночевал. Я не помню случаев, чтобы когда-нибудь он, как бы он не был устал, чтобы он, скажем, заснул раньше, чем мы. Всегда я уже уходил спать, а он ещё сидел работал. Не помню случаев, чтобы я его разбудил когда-нибудь. Всегда, когда я вставал, я просыпаюсь рано, он уже сидел и писал. Он работал рано утром и поздно вечером, когда вся суета дня, значит, уже проходила. Я нашёл тогда в литературе о Петре описание, что Пётр спал всю жизнь 4 часа в сутки, и был таким, это называется, астенический гипоманьяк, то есть жил без жизненных циклов. И он сказал, что он тоже, как правило, спит 5 часов в сутки, и у него, в общем, нет ощущения, что у него есть такие жизненные циклы, то есть спады. У него в работе всегда было песен 8-10 примерно. Я видел, как это происходило, он их очень быстро писал мелким-мелким почерком на двух сторонах. Тетрадки, тетрадки всегда было при нём. Потом очень много правил. Зачёркивал, вписывал, так сказать, вот это. Если правки становилось уже совсем много, он переписывал тогда песню, опять продолжил её править. Это было как будто бы незначительная правка, но чрезвычайно скрупулёзная. И также он долго отрабатывал модель исполнения песни. А музыка как сочинялась? Я не знаю, понятия не знаю. Не знаю, что это при тебе не было. Что она возникала мгновенно. У меня такое ощущение было, что он я даже не сочинял. Он ноты знал или нет? Нет, он на мелодию, которая у него уже была, видимо, в голове, он писал слова. Я это почему говорю? Потому что я много раз был свидетелем того, как изменялись фразы, выражения, интонации, паузы, но никогда не был свидетелем того, чтобы мелодия песни изменилась. Ну, я знаю только то, с чего он был свидетелем. Но во всяком случае, вот миф о том, что он пел легко, как птица, и сочинял песни, так сказать, сходу, это неправда. Он очень подолгу работал над каждой песней. Одновременно в работе было 8-10 просто песен у него. Вот так я понимаю. Потом, когда он заканчивал работу, она уже была абсолютно неизменна. Его можно было просто ногами к потолку пролететь, он бы ее спел совершенно точно, как она у него в мозгу сидела. И это не было, ну, как вам сказать, это не было механическим повторением. Просто он, как профессиональный актер, запоминал все, что касается, так сказать. Как в сцене он запоминал рисунок между сцены, интонации, общения, движения, так сказать, мысли по роли. Так он запоминал все, что у него есть. И мгновенно уже, так сказать, перевоплощался в эту песню, исполнял ее точно. И вот если он пел для пяти человек или для тысячи человек, он тратился одинаково? Он тратился-то одинаково, но в нем вот было вот это поразительное совершенно ощущение дистанции. Когда он пел на огромный зал, он пел на огромный зал. Когда он пел для пяти человек, это было на пять человек, а не на шесть. Вот ощущение контакта с аудиторией у него было абсолютно инстинктивное. У него вот было что-то такое, знаете, от поющего животного, от поющего зверя. Вот он пел всем своим существом и полностью завораживая аудиторию, лишнего не было, а то, что было, забирало всех. Это было такое... Ощущение этого песни было просто чисто гипнотическое. Причем, вы знаете, я вот уже потом со студом вспомнил, я его ни разу не слышал на большой аудитории. Ни разу. Так часто это было в узкой аудитории. Записи были в большой аудитории. И в павильоне он всегда был. Я его знаю как камерного актера, как камерного певца. Это неполное ощущение. На время съемок, скажем, когда бывали какие-то простои, ждали погоду, так сказать. Вот он никогда этого не пел, ничего. Это для него песня была серьезное дело, знаете. Работа, знаете, мухи отдельно, а мясо отдельно. Работа была, работа, съемка это была, съемка. Это была тоже работа, но другая. Да, там, вы знаете, есть про него одно такое ложное, на мой взгляд, ложное, значит, такая слава, что вот он так хотел петь, что достаточно было просто у него поставить гитару, и он быстро что-нибудь поест и хватается и поет. Это правда. Но там была одна поправка. Что-то он пел, а чего-то нельзя было никогда допроситься, чтобы он спел. Почему? Я это не сразу понял. Это нам казалось, что он поет для нас. Он на нас просто как на подопытных кроликах отрабатывал песни, ему нужна была аудитория. Он что-то все время менял, менял. Когда песня сложилась, все, после этого его уже нельзя было заставить спеть ничего. Изменить что-либо? Просто спеть, а ну все, она уже для зрителей, для слушателей. Она ушла. Для народа. Она ушла из лаборатории. А то, что он так много пел по вечерам, это означало просто для него, что это была его работа. Он отрабатывал на узком круге людей то, что он потом выносил на широкую аудиторию. Он очень был ответственный человек. Во всем вообще. И в отношении к съемке, в отношении к театру, в отношении к песне, в отношении к родителям, друзьям. Пожалуй, если можно было двумя-тремя словами его определить, то вот слово ответственность, надежность, надежность, точнее, конечно, надежный был человек. Не подводил, не подводил со съемками, не подводил в бытовых делах. Что-то пообещает достать, обязательно сделает. Чем-то пообещал помочь, он очень большому количеству помогал людей. Просто, так сказать, случайных нельзя сказать. У него был большой круг друзей. И он как-то считал своей обязанностью так или иначе помогать людям, которые перетекли его в жизненный путь. Много времени на это тратил, много сил. Заставлял других людей тратить время. Но это все было, в общем, реальной помощи кому-то что-то. А что ты о Марине хотел рассказать, Саша? Что ты сказал? Я расскажу о Марине. Ну, просто на моих глазах проходила значительная часть его семейной жизни. Но то, что можно, я не знаю, то, скажем, против чего, я надеюсь, не возражала бы Марина, поскольку она совершенно справедливая, держит свою личную жизнь в качестве своей семейной тайны. Ну, что-то люди должны знать, потому что, конечно, она была Евангел-хранителем. Это очевидно. И его, как-то, так сказать, спасало от многих сложностей жизни. Но это ведь конкретная ситуация. Это не то, что, так сказать, она там, махая крылами, так сказать, опускалась, его окружала. Вот и приезжает молодая женщина с двумя детьми под мышкой. И один все время где-то такой сосредоточенный, таится в глубине квартиры, что-нибудь отвинчивает, то газ, то водопровод. Второй носится абсолютно как кусок ртуки, он сразу всюду, во всех комнатах, так сказать, на полу, на баталке, на балконе, во дворе. Значит, маленький Володя такой, значит, был. Марина выпускает во двор, чтобы он научился русскому языку. Через два часа все дети во дворе начинают кричать по-французски. Ему проще обучить их тремя-четырьмя словам, чтобы, значит, общаться, так сказать, с ними бешеного энергии, непрорывного темперамента. И она спокойная, как ангел сидит. Значит, в большую еще маленькой мере появляется Володя тоже со своими проблемами, такими, так сказать, там, неприятностями. Она это успокаивает. Все, а у нее свои проблемы. Она актриса, талантливая, расцветит, использующаяся спросом. Продюсер ее отказывается делать с ней работу, потому что она, в соответствии с этой сложной контрактой, а Марина отказывается заключать, потому что ее жизнь подчинена Володе. Она мотается из Москвы, в Париж, из Парижа в Москву, по-первыхому, так сказать, намеку на то, что Володя что-то не так, бросает все детей под мышку, значит, и суда. Это же сложная жизнь. И сделать так, чтобы все эти сложности таились в ней, чтобы они не были никому заметны, чтобы для Володи было только успокоение, только как окружить его заботы. Это, то есть, большая, серьезная, напряженная, полное самоотречение. И, так сказать, на жизни, у нее было много возможностей, от которых она отказывалась. Это не то, что, так сказать, там, Володя и дальше пустота. Она предпочитала Володю большим, так сказать, большим гонораром, не знаю, так сказать, большим возможностям, своим личным. Он был для нее главным, и мы все очень обязаны ее самотверженности, ее доброте, ее мужеству, просто ее женственности, всему тому, что это был подарок для него, конечно, большой. Но вот это имело какой-то конкретной жизненной, непрерывной жизненной борьбы. Саша, ну и что, тебе кажется, вот, так сказать, прошло уже, скоро будет 7 лет, как вообще пришло среднего смерти. Вот, так сказать, дальнейшая судьба его стихов, его песен. Как ты думаешь, как представляется тебе в будущем? Не знаю, я это просто люблю очень. Я не представляю себе, чтобы люди изменились настолько, чтобы вдруг перестали это полюбить. Знаете, мое ощущение, что он обозначил появление, как бы, новой тескотеры. Мы ведь считаем, что поэт – это человек, который передает свои чувства, стих, бумаги, а потом мы с бумаги, мы можем в какой-то немыслимой полноте воспринять. Ну, такова вся литература, так сказать, еще в чем гений Пушкин. Ты читаешь эти простые слова, и почему-то они тебя волнуют, так сказать, дают тебе ощущение бесконечной глубины и сложности, так сказать, и полноты жизни, правда? Но ведь когда-то до Гутенберга поэты ходили по грамкам, это были министры, алибарды, и они всем и своим видом, и исполнением, и голосом, музыкой, они полностью, так сказать, выражали себя в песне. И сейчас, по-моему, пришел век такого рода полного выражения. И он был первым человеком вот в этой новой эпохе, так сказать, полного самовыражения, самовыявления. И сейчас, когда мы все в той или иной мере отчуждены, ну, так сказать, от полноты самовыражения, мы что-то делаем и считаем вот это, так сказать, если нам удалось, уже хорошо. И даже талант у нас, так сказать, такой продуктивный качественный талант. Человек, который что-то сделал, правда? Но ведь человеческий талант, он гораздо шире конкретной сделанности чего-то, так сказать. Ну, есть люди, которые талантливы своей личностью, они знают, так сказать, мать талантливы, любовью. Ну, это вот, он расширил ощущение для меня, так сказать, талантливости. Он полон, ну, как бы сказать, ни слова, ни мелодия, ни актерское исполнение отдельно, а все слитое воедино так, что это разъять нельзя, дает вот это магическое, так сказать, чувство того, что он живет. Если он живет сегодня, я думаю, он будет жить всегда. Спасибо. Спасибо. Рассказывайте, что это. Говорите, жестикулировать даже умолю. Что это, зачем это? Я не знаю, как-то у них там. Ах, руки только. А, 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 как руки. А, вы что хотите, чтобы, вы хотите снять одни руки, просто, да? Да, да, да. А, чтобы я вам просто показывал и жестом, да? Да, 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 да. И говорили, да? Мысль, выраженная жестом, называется евреем. Мысль, выраженная жестом, называется евреем. Замечательно. Я тесна. Это японцы говорят все время, говорит, русские, говорит, очень много, говорят, руками. Японец, он сидит так же, у него всегда руки сжаты, говорит, а вот я, японка, ну, когда я приехал в Россию, я бы поразил, я бы не могла ни на кого смотреть, все время смотрел на руки, как не шевелится, живут, и сколько японцев этого ничего подобного нет. Да, 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 да. Сюда? Да, да, да. Замечательно. Фантастический человек, фантастический. А хоть сейчас два слова про него скажу, потому что у него были друзья разные. Представляем, у него очень много дела. Очень интересный чувак. Он зовут, он зовут, ты их скопироваешь, да? Только отлично. У меня смонтируется. У меня смонтируется. Достаточно, Саш, не нужен я тут совсем. Можно? Да. Мы сидим сейчас на кухне в квартире Высоцкого. И рядом со мной находится человек, который бывал здесь много раз. Этот человек, близкий друг Владимира Семеновича, человек очень интересный и колоритный. Когда-то в молодости он был моряком, ходил за границу, а потом попал на Колыму. Сначала не по своей воле, и, так сказать, какое-то количество времени пробыл там. А после того, как пришло освобождение, Вадим Иванович Туманов, я должен его назвать, остался там и возглавил большую старательскую артель, бригаду, я не знаю, как это назвать, по добыче золота. В общем, то, что в простонародье называют золотоискатель. Человек бывалый, тертый, повидавший очень многое. И вот с этим человеком очень дружил Владимир Высоцкий. Вадим Иванович, как случилось, что Вы встретились, вроде бы, так сказать, Вы вращались в разных мирах совсем? Вы знаете, поскольку Вы начали разговор с того, что когда-то на Колыму попал, я Вам расскажу то, что произошло. Когда-то я был в Душанбе, это было, кажется, в 68-м или в 69-м году, и чисто случайно я попал за столик с одной актрисой. Шацкая. В ресторане. Да, в ресторане. И разговорились. А до этого я слышал, и уже любил песни Высоцкого, и считал, что что-то родственное. Понимаете? По Колыме. По Колыме. И по Колыме, и по флоту, и вообще что-то родственное. Ну, тогда у меня, кажется, еще не было песен о флоте. Но о Колыме точно. И я очень удивился, когда Шацкая мне сказала совершенно другое, что этот человек совершенно не был нигде в этих местах. И, в общем-то, так я впервые узнал, что Володя нигде в этих местах не был. Что произошло? А как познакомились? А познакомились мы в 73-м году совершенно, ну, в общем-то, не случайно. Меня познакомил человек, которого сейчас уже, к сожалению, нет. И с 73-го года мы, в общем, как-то близко. Первые месяца, может быть, не особенно, а потом подружили, и, что самое приятное, уже не раздружили до конца жизни. Слово раздружили я тоже услышал у Володи. И когда я иногда спрашивал у Володи, а этот примерно о ком-нибудь, он говорит, да, раздружил я с ним. Вот это слово, я повторяю. Что вас тут объединило? Просто мне интересно, как вы люди по возрасту разные и, так сказать, по, ну, по образу жизни. Ну, в общем, это сложный вопрос. Я, наверное, сам не смогу даже ответить. Я не знаю, как обычно дружат люди, что-то интересное, вы знаете. Вот бывают люди, с которыми находишься месяц, и когда расстаешься на день, вот все время месяц, понимаете. Все время, днем и ночью где-то, и много разговоров, много общего, много тем интересующих. И бывает с человеком 15-20 минут уже тяжело. Так вот, у нас было как-то, что, ну, вот здесь, на этой кухне, были такие. Они были не только на этой кухне, в этом доме, в любом месте начинались. Ну, а и часто на кухне. Потому что вот здесь, видите, стоит очень много чая. Сейчас они, наверное, пустые. Тогда они были полными. И Володя, значит, пили чай и всегда о чем-то говорили. Споры на темы разные совершенно, на разные. И как-то получалось, этот стол также стоял длинным. Володя обычно, стоя, он любил готовить чай. А Володе говорят, что он хорошо заваривал чай. Это совершенно неправильно. Он заваривал его как попало, просто много сыпал из разных банок. Это совершенно точно. Потому что он иногда, когда говорили чай, умеешь, он меня подминивал. Ну, что вроде, да. Просто сыпал много из разных банок. И получалось у него хорошо. Это совершенно точно. Наварис. Наварис-то, наверное. А получалось, вот я сидя на подоконнике, сидя на подоконнике, он там стоя, что-то делая. И кто-то бывал еще, Говорухин, еще Абдулов, Сева. Споры получались так, что, ну, большинство-то, в общем, мы о чем-то говорили. Слава и Сева. И хватались уже у утра. Вот так проскакивали. Разбегались. И снова. Вот, Владимир Владимирович, вы мне до съемки рассказали историю очень, как вы составляли анкету про людей, которые вам не нравятся. Вот расскажите. Ну, это такая смешная история. В общем, как-то мы смотрели одного человека по телевизору. Он перебирал что-то письма, и Володя что-то ему всплело в голову. Он говорит, ну-ка, бери лист, ты в одну комнату, я в другую. То есть он вам обоим не понравился? Обоим человек не понравился. И мы взяли, и Володя решил написать, выбрать 100 несимпатичных людей, то есть не нравящихся нам. И, в общем-то, мы вышли в другие, разошлись в разные комнаты. Володя написал минут, наверное, на 20 или на полчаса, и все кричал, скоро ты там, скоро ты там. Ну, что интересно, что процентов, ну, 60-70 у нас людей совпало. Ну, совпали еще. То есть совпали те, кого вы не любите, которые им не нравятся. Совершенно одинаковые. Ну, может быть, они попали, потому что мы говорили же о людях, и за вот эти годы, в общем-то, они у нас как-то прокрутились. А остальные, примерно процентов 30, которые не попали с согласием, их также причислили к людей несимпатичных нам. Вот такая история была. — Скажите, ну, вот у Володи были, в общем, при жизни, наверное, и враги вообще-то, и люди, которые его не любили. Ну, наверное, при жизни, наверное, у всяких людей у Володи было, думаю, что очень много врагов. Вы знаете, это очень сложная тема, как-то особенно в мире, наверное, писателей-поэтов. Здесь, мне кажется, особо. Вы знаете, я как-то и с Володей заходил в дом литераторов, в дом журналистов. Стоит обязательно очень много журналистов, и я так вот думал, и с Володей мы как-то говорили, что обязательно из них считает, ну, если не все, то почти все, что из них просто, ну, вот что Достоевскому, допустим, и Толстому повезло, а им нет. Понимаете? И в мире поэтов, ну, особенно как-то при жизни, да, в общем-то, и чувствовалась популярность Володина была настолько большой, что этого не заметить нельзя было. Но мне немножко интересно, что после того, как Володя умер, и как-то многие поменялись, понимаете, стали, что ли, обидно. Если его замечала вся страна и видела, то непонятно, почему же все-таки поэтам, большим поэтам нужно было при жизни его не заметить. А вот эта эпитафия отвратительная. Эта эпитафия, она появилась после смерти Володи, ну, я помню ее не всю, она неизвестно кем, но написана она профессионально довольно. Вы имеете в виду, и мы велели словом бойки повсюду сеять, гнили плесень и черпать из любой помойки сюжеты ядовитых песен. Ну, говорят, что и вообще чувствуют, что она написана профессионально. Правда, человек, написавший эту сказку, совершенно точно, решил остаться неизвестным, таким же, как и поэтом. Скажите, пожалуйста, Вадим Иванович, ну, а вот как вы встречались с ним, он ездил к вам туда на прииски? Вы знаете, у меня так складывалась работа, когда мы так всегда считали. Если он где-то был за границей, я старался, чтобы я здесь в это время... Я очень часто бывал в Москве, поэтому встречались мы когда... Или мы звонили, то есть каждый день другу, мы знали всегда. Он бывал у меня и в Бадайбо, бывал он у меня и в Пятигорске, и в Крыму. Были мы вместе в Ленинграде, ездили. А вообще всегда мы встречались или здесь, или у меня дома. Ну, вот меня интересуют вот песни вот о речке Вачи и попутчице в Вале. Это написано было под влиянием, очевидно, каких-то общений с вами, с золотоискателями? Совершенно точно. Значит, есть такое в районе Бадайбо, речка Вача. Это совершенно все точно. И месторождение Вача. Значит, ну, вы знаете, ведь примерно публика. Работают очень сильные люди, мужественные. Ну, есть такие, которые любят где-то и выпивали, и пили, пропивали, зарабатывали. И там был один тип такой, Володя Маслоузов. Володе рассказали историю про этого парня, который работает очень много лет, и который всегда приезжает вот голенький такой. Шлет ему деньги на билет, да? Да, вы помните ее, да? Песенка такая смешная. Володя написал о этой речке Вачи. Исполнял он ее там, среди золотых искателей? Имел успех? Ну, в общем. Как вообще проходили его выступления? Вы знаете, я уже как-то говорил, примерно, смотрите, под Айбо, Иркутск, рейсы. И вот узнали, что приехал Высоцкий. Летчики, командиры самолетов, взяли и отложили рейсы. Можете представить, что там потом их ожидало что-то? Ну, совершенно. Три самолета не вылетели. Они вылетели с опозданием на три часа. После концерта. После концерта. Что сделали? Понимаете, это, ну, рейсы отложили, самолеты. Правда, небольшие, Ан-24, но все-таки большие самолеты. Вот его популярность. Ну, наверное, мне не надо вам рассказывать. Вы знаете, что он был Пятигорский. Есть там зеленый театр. И получилась такая история. Сначала, значит, пропускали с обоих сторон. А он забором огражден. Такой этот зеленый театр. И произошло, что сначала с обоих сторон, а потом развалили вообще эти заборы, поломали деревья. И все, получилось голое, обломанное ветки. И концерт состоялся. Концерт состоялся. Просто было огромное количество безбилетной публики. Безбилетной публики. Понятно. Но вы все-таки не рассказали про то, как прошел концерт, вот скажем, там на Плииске у вас. Ну, у нас, значит, был там такой момент очень интересный. На участке столовая, ну, это небольшие золотодобывающие участки на Колыме. Столовая, куда вмещалось, ну, примерно человек 70. Больше невозможно было. И он должен был петь в столовой. Должен быть в столовой, потому что это единственное такое большое место на участке. И произошло, что людей пришло очень много из соседних участков, из поселков. И просто невозможно было ничего сделать. Взяли, разобрали окна, сделали дополнительные. Поскольку дождь еще моросил летом. И где-то он ждал, подождал несколько часов, по-моему, час. Я не помню, пока разбирали столовую. Мы продлили, и он спел для всех. Это, кстати, он говорит так редко. Они, наверное, больше никогда и не услышат. И вообще, знаете, когда говорили о Володе, смотришь какие-то кумиры, у Володи не было кумиров. Это совершенно точно, кроме простых, самых простых, обыкновенных людей, добрых. И вот вы меня спросили, вот Володя мог позвонить из Минска, найти меня где-то в Иркутске и попросить, что я вот встретил одного человека. Ты, пожалуйста, обрати на него внимание, посмотри. Может быть, ему что-нибудь нужно в смысле работы, понимаете? Поэтому, когда говорят о кумирах, вот самый обыкновенный и добрый человек, мог быть его, наверное. Скажите, Вадим Иванович, а вот как он переживал вот то, что его не печатали, пластинок не было вообще, так сказать, как он к этому относился? Ну, наверное, всякому поэту хотелось. Володе быть, конечно, напечатанным очень хотелось. Сейчас много пишут, говорят, что, понимаете, было, желание было большое. Он, конечно, не особенный. Тут здесь, наверное, уместно вспомнить несколько личностей. И вот я к числу людей, которые, в общем-то, могли и должны были бы сделать, отношу в первую очередь Андрея Андреевича Вознесенского. Понимаете? Володя не высказывал, но как-то, вы понимаете, есть же чисто человеческое такое. И если бы, наверное, у Вознесенского было бы побольше желания, может быть, Володя бы был напечатан. Так думал и Володя, и я так думаю. А вот история про пластинку, когда вышла у него во Франции пластинка. История с пластинкой такова. А, значит, это мне Володя рассказывал, когда он был в министерстве. В каком министерстве? В культуре? В культуре, да. Его спросили, Владимир Семенович, вы привезли мне пластинку. А что Володя ответил? У вас есть возможность сдавать эти пластинки? Тот улыбнулся, товарищ открыл сейф, показал Володиной пластинки. Мне их уже привезли, Владимир Семенович. Ну, проще действительно было привезти из Франции, чем издавать здесь. Это в основном экземпляре для этого человека. Это, конечно, действительно так. Вадим Иванович, я думаю, что мы с вами еще продолжим разговор и встретимся еще, и поговорим на интересующую нас тему. Хорошо? А сейчас я просто вам очень благодарен. И просто хочу еще раз сказать, что вот бригада, артели, я не знаю, как это, то есть участок, которым руководит Вадим Иванович, в стране является лучшим. И в течение 30 лет они добыли... Сколько тонн золота? Это засекреченная цифра. Огромную засекреченную цифру золота они добыли. Поэтому мы, так сказать, не расколемся и ни за что ее не откроем. Спасибо вам, Вадим Иванович. Значит, что я еще хотел вам сказать, что... Да, продолжайте. ...в отношении, вот спрашивают, Володя читал, Володя ездил, Володя очень много читал. Он, например, книгу Манфреда «Наполеон» прочитал буквально за трое суток. И помню, значит, разбудил меня, я здесь спал, и говорит, слушай, а великие тоже ведь в обморок падали. Это было когда собрание, когда Наполеон вошел в собрание 500, ему там стало плохо. И момент еще, я хочу сказать. Ему подарил книгу Шинкарев «Сибирь. Откуда и куда течет». Причем с очень интересной надписью было написано, Володя, название книги «Сибирь. Откуда и куда она течет». А было написано дарственное, значит, Володя, в Сибири было много хороших людей, она и по тебе плачет. Володя очень смеялся и прочитал эту книгу буквально за три дня. Не дочитал ее, и там несколько страниц увезли ее Борису. Стоп. Саша, даю музыку. Можно? Так, снимаем. Пошла музыка. Так, Саша, даю фонограмму. Сон мне Желтые огни И хриплю В осене я Повремени Повремени Утро Мудренее Но и утром Все не так Нет Того веселия Или куришь натощак Или пьет И салфетки 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 Рай Для нищих Повремени Да и еще раз Прогеника Как надо, я на гору в попыха Чтоб чего не вышло А на горе стоит алеха А под горою пища И жрёт, хоть бы склон, пулит плющом Мне бы тот рада Эй, хоть бы что-нибудь ещё Всё не так, как надо Эй, рада что-то, да ещё рада что-то Да ещё много, 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 много рад Да и ещё рад, всё не так, как надо Я тогда по полю вдоль реки Света тьма, нет Бога А в чистом поле Васильки Итальская дорога Вдоль дороги лес густой с папами и гами А в конце дороги толь Пулаха с добрами Где-то кони пляшут в такт Не хотя и плавно Вдоль дороги всё не так А в конце подавно И не церковь, и не кабак Ничего не зря, да нет, ребята Всё не так, всё не так, ребята Можно? Так, дал фонограмму Сон мне жёлтый огней И хриплю во сне я По времени, по времени Утро мудренее Но и утром всё не так, нет того веселья Или куришь натощат Или пьёшь в похмелье Да и ещё раз Да и ещё раз Да и ещё много, 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 много раз Да и ещё раз Ещё много, много раз В компотах зелёный штоп Белые салветки Рай для нищих и шутов Мне ж как птицы в клетке В церкви смрад и полумрад Диаки курят ладом Нет, и в церкви всё не так Всё не так, как надо Да и ещё раз Да и ещё раз Да и ещё много, 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 много раз Да и ещё раз Да и ещё раз Всё не так, как надо Да и ещё раз Я на гору в попыха Чтоб чего не выжила А на горе стоит дальниха А под горой убежь Хоть бы скалон пулит плющом Мне бы тот рада Эй, хоть бы что-нибудь еще Все не так, как надо Эй, хоть бы что-нибудь Да еще раз, что-нибудь Да еще много, 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 много Да еще раз Все не так, как надо Я тогда по полю вдоль реки Света, тьма, нет Бога А в чистом поле Васильевки И дальняя дорога Вдоль дороги Лес густой С бабами и гамми А в конце Дороги толь Плаха с товарами Где-то кони Пляшут в стад И не хотя и плавно Вдоль дороги Все не так А в конце Подавно И не церковь И не кабак Ничего Не церковь Не церковь Нет, ребята Все не так Все не так Ребята И еще раз Да еще раз Да еще много, 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 много раз Да еще раз Да еще раз Да еще раз Все не так Ребята Даю фонограмму Я и сделала ушел Из такого хорошего дела Ничего не унес Отвалился, в чем мать родила Не за тем, что приспичило мне Просто время приспела Из-за синей горы Понагнала другие дела Многое из книжек узнаем А истины передают изузно Пророков нет В отечестве своем Но и в других отечествах не пусто Растащили меня Кам я счастлив, что львиную долю Получили лишь те Кому я ее отдал и так Я по скользкому полу иду К облудке к неволю Поднимаю по лестнице И прохожу до черда Пророков нет Незыщешь днем с огнем Ушли и Магомед Из-за роду Стра пророков нет В отечестве своем Но и в других отечествах не пусто А внизу говорят От доброви, от зла ли не знаю Хорошо, что ушел Из него стало дело вернее Маутину в углу С образов я ногтями сдираю Тороплюсь, потому что За домом седлают колени Открыл залик Я встал к нему лицом И он повелал мне Светлой груз На пророков нет В отечестве своем Но и в других отечествах не пусто Я влетаю в седло Я врастаю в коня Дело в дело Конь полет подо мной Я уже загусил удела Я и сделала ушел Из такого хорошего дела Из-за синие горы Понагнала другие дела Скажу Хрустят колосья под конем Но ясно Развлечаюсь за хруста Пророков нет В отечестве своем Но и в других отечествах не пусто Если где-то в глухой Неспокойной ночи Неспокойной ночи Ты споткнулся И ходишь И ходишь По краю Не дайсь Не молчи До меня До меня Да кричи Я твой голос Услышу Услышу Узнаю Так Даю фамиграмму Я и сделала ушел Из такого хорошего дела Ничего не унес Отвалился В чем мать родила Не за тем Что приспичило мне Просто время приспела Из-за синей горы Понагнала другие дела Многое из книжек узнаем А истины передают изузно Пророков нет в отечестве своем Но и в других отечествах Негусто Растащили меня Там я счастлив Что львиную долю Получили лишь те Кому я ее отдал И так Я по скользкому полу иду Каблуки канифорю Поднимаю По лестнице И прохожу на чердак Пророков нет Незыщешь днем с огнем Ушли и Магомед И за роду Стра пророков нет В отечестве своем Но и в других отечествах Негусто А внизу говорят От доброви От зла ли не знаю Хорошо, что ушел Из него стало дело вернее Маутину в углу С образов я ногтями спираю Тороплюсь, потому что За домом седлают колей Открылся лик Я встал к нему лицом И он повелал мне Светлой груз На пророков нет В отечестве своем Но и в других отечествах Негусто Я влетаю в седло Я враздаю в коня Дело в дело Коль полет подо мной Я уже загусил у дела Я и сделала Ушел Из такого хорошего дела Из-за синей коры Понагнала другие дела Скажу Хрустят колосья под конем Но я знаю Различаюсь за хруста Пророков нет В отечестве своем Но и в других отечествах Негусто Если где-то Давай фонограмму Пошла фонограмма Уходим Мудренее Но и утром Все не так Нет Того веселее Или куришь Натащат Или пьешь В похмелье Да и еще раз Да и еще много-много-много Много раз Да и еще раз Еще много-много раз В кабаках Зеленый штоп Белые салфетки Рай Для нищих И шуток Мне ж как птицы В клетке В церкви Смрад И полумрад Диаки Курят Ладом Нет И в церкви Все не так Все не так Как надо Я на гору В попыхах Чтоб чего не вышло А на горе Стоит Дальниха А под горою Бижем Хоть бы склон Пулик плющом Мне бы то отрада Эй, хоть бы что-нибудь Еще Все не так Как надо Эй, рада Что ты Да и еще раз Что ты Да и еще много-много-много-много Да и еще раз Все не так Как надо Я тогда по полю Вдоль реки Света, тьма Нет Бога А в чистом поле Васильки И дальняя дорога Вдоль дороги Лес густой С бабами и гами А в конце Дороги толь Плаха с товарами Где-то кони Пляшут в стад Не хотя и плавно Вдоль дороги Все не так А в конце Подавно И ни церковь И ни кабак Ничего Ни свято Нет, ребята Все не так Все не так Ребята Эй, рада Да и еще раз Да и еще много-много-много-много-много-много раз Да и еще раз Все не так Ребята Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова